Какие только сокровища не лежат на дне морском. Но это не золотая монета и не древняя амфора. Кто-то может посчитать это мусором и будет неправ. Юэй Ти Ви рассказывает о морском стекле, которое вдохновляет на творчество сотни мастеров по всему миру. Форт Браг, штат Калифорния. Небольшой прибрежный город, который считается одной из местных исторических достопримечательностей. Когда-то здесь было индейское поселение, потом военный аванпост и удобный порт для перевалки леса. Но мировую известность это место получило не потому. С начала 20 века жители форта Браг десятки лет сбрасывали свой домашний мусор просто в море, в том числе битую тару и посуду. Спустя какое-то время обточенные водой осколки стало выбрасывать обратно на берег. До сих пор в Форт Браг есть три стеклянных пляжа, на которые ежегодно съезжаются десятки тысяч туристов со всего мира. Каждый из них берет с собой хотя бы горстку морского стекла. И в результате местные власти уже задумались о том, как бы пополнить запасы этого мусора и минимально навредить экологии. Похожие и довольно известные пляжи есть в той же Калифорнии, на Гавайях, в Японии и на Дальнем Востоке. Все на Тихоокеанском побережье. Но в Черном море, оказывается, тоже есть такие сокровища. И это стекло, оно везде. И, естественно, как все, кто ходит на море, все его подбирают, потому что оно красивое, а потом не знают, что с ним делать. Я делаю витражи из морских стеклышек, собранных на пляже, обкатанных морем до матовости и шершавости такой. Екатерина Шалыгина живет вблизи Одессы, большого портового города в северо-западной части Черного моря. Использовать морское стекло в творчестве придумали задолго до нее. Но именно у украинского мастера появились по-настоящему сложные и очень разнообразные витражные работы. Я знаю одну женщину в Великобритании, мы с ней виртуально дружим. Вот недавно я нашла еще японца, конкурента. А в таких масштабах, как я, я не видела никого, чтобы кто-то делал. Далее в программе. Как Екатерина превратила пляжное хобби в основную работу? Чем техника создания витражей из морского стекла отличается от традиционной? И как творчество украинки превращается в новый стрит-арт? UATV приглашает прогуляться по одесским пляжам вместе с Екатериной прямо сейчас. Обточенное водой стекло бывает разное. Sea Glass — морское, шершавое и мутное из-за воздействия солей. Beach Glass — дословно пляжное, но так обычно называют осколки, побывавшие в пресных водоемах, а не более прозрачные. Самое редкое — черное стекло. Это осколки бутылок, которые были выброшены в море многие столетия назад. В мире есть множество коллекционеров, собирающих любые виды этого материала, просто как красивые артефакты. Ну и стоит шкаф огромный, вот с баночками, с морским стеклом. Они его еще смазывают оливковым маслом, чтобы оно блестело, как мокрое, потому что она когда мокрое, оно интереснее выглядит. А вот. И очень интересный проект, вот тоже можно в Инстаграме посмотреть. Люди находят какие-то очень характерные стеклышки, какие-то ярких цветов, и они потом находят в антикварных лавках вот своей местности какую-то посуду, вот там, допустим, какие-то флакончики духов. Потом они фотографируют вот этот осколок и находят вот эту посудинку целую у антикваров, покупают ее и вот выставляют рядом. Кому именно пришло в голову делать из морского стекла украшения, неизвестно. Екатерина до того, как переехала в поселок вблизи Одессы, никогда не думала, что это может быть искусством. Она сразу заметила, что на местных пляжах довольно много этих обточенных осколков. Я всегда говорю, что морское стекло захватило мой мозг, покорило. Вот оно меня будоражило, 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 его тоже собирало. И все время вот как будто оно от меня требовало что-то с ним сделать, хотя я никогда не была рукодельницей или никогда ничего особо не умела. Екатерина зарабатывала на жизнь копирайтерством, то есть написанием текстов для сайтов. Тем, кто мало знаком с этой профессией, она может показаться легкой. Но на деле копирайтер ежедневно по много часов занят изнуряющим интеллектуальным трудом. Я очень-очень сильно любила эту работу, когда я ее нашла, вот копирайтинг. Это был для меня такой кайф, что за это еще можно, то есть получать кайф, и еще за это платят, так что на это можно прожить. И в итоге от непрерывной нагрузки, очень высокой, я настолько выгорела и возненавидела это дело. И теперь я очень боюсь, людям не всегда везет так даже один раз, таким занятием. Чтобы как-то отвлечься, Екатерина во время ремонта квартира попробовала выкладывать мозаики из собранного морского стекла. Ей понравилось, но захотелось как-то подсветить матовые стеклышки. Так, сама собой, родилась идея создать витражи. Скоро квартира Екатерины заполнилась самыми разными изделиями. Стало ясно, что я уже не вывожу, это дорогое хобби, и что я уже сделала кучу-кучу всего, его негде ставить, и я уже потратила все свои деньги на припой, на фольгу, на хороший паяльник, на всю эту химию, которую я пробовала, там разные вкусы подбирала, по барахолкам охота за каркасами ламп красивых. В какой-то момент стало ясно, что продавать нужно, потому что у меня уже все деньги уходят туда. Екатерина выставила свои работы в соцсетях, но особого интереса они не вызвали. Вспоминает, что некоторые пользователи даже обвинили ее в торговле мусором. Все изменилось, когда мастер завела англоязычную страницу. Мне даже иногда пишут люди наши, типа, почему оно такое красивое, почему никто ничего не делает. Я не знаю, у нас считается непрестижно, некруто, недорогое. А на Западе, наверное, потому что все-таки экологично, вторсырье, может быть, этот тренд сработал. Может, не все видят его красоту. Мне кажется, ну да, очень красивое. Как бы там ни было, после успеха в англоязычном сегменте работами Екатерины стали все больше интересоваться на родине, а морское стекло постепенно перестало восприниматься как мусор. Теперь его можно найти в одесских магазинах для рукоделия. Специально для ЮЭТВ Екатерина Шилыгина проводит мастер-класс «Когда лучше всего искать на пляже обточенные осколки?» В чем особенности техники ТИФ, а не для этого материала? И вообще, как это делается? Никто не знает этого наверняка, но считается, что выброшенная в море бутылка обычно проводят в странствиях от нескольких месяцев до нескольких десятков лет. Интересно, что похожего эффекта можно достичь искусственно с помощью пескоструйного оборудования. Но на таких стеклах нет выбоин от ударов о камни, и коллекционеры могут легко заметить подделку. Екатерина всегда берет в работу только тот материал, который нашла сама. Я хожу на одни и те же три пляжа, на которых водится стекло. Иногда я прихожу, иногда даже после шторма я прихожу, думаю, о, там, наверное, это дофига всего. Нет, ничего, еле-еле там маленькую горсточку-то собирала, и думаю, все, все пропало, течение повернули, стекло больше не выносит, конец всему. Потом, какой-то другой день я прихожу, я уже еле сумку волоку, набираю, набираю, и мне уже жадность, ну, уже не могу поднять просто. Больше шансов найти морское стекло естественно около какого-то города и на пляжах, где нет волнорезов. Так осколки точно выбросит на берег. В Одессе встречается лишь четыре основных цвета этого материала. Зеленые, синие, более и менее светлые, беленькие, меньше всего коричневых. В интернете можно посмотреть, какие бывают стеклянные пляжи, какие бывают оттенки в других заморских краях, желтые, ярко-красные, очень манящие, красивые, как леденцы. Но у нас такого не водится. Ну, иногда попадаются редкие оттенки, и у меня есть заветная шкатулочка, где я храню стеклышки самых или с интересной фактурой, с каким-то рисунком, или интересных цветов. очень-очень мало вот таких вот насыщенно-синих пока что. Такое вот желтое за все время только одно попалось, я собираю стекло уже, наверное, лет 10 примерно. В домашней мастерской Екатерина моет и перебирает свой улов. Прежде чем приступить к созданию очередного витража, стоит накопить как минимум в полтора, два раза больше материала, чем нужно физически для предметов таких габаритов, чтобы было из чего выбрать. Это витраж Тиффани, классическая техника. Луис Комфорт Тиффани ее изобрел. Стекло не паяется. Паяется металл. Это вот медная фольга, фолия называется. Это тонкая листовая медь с коскливым слоем, как у скотча. Каждая стеклышко оборачивается в такую рамочку. Ее еще нужно притереть деревянной палочкой. Каждая стеклышко оборачивается, притирается очень плотно, чтобы эта фольга его в дальнейшем будет держать как рамочка. Эта технология выходца из знаменитой семьи ювелиров произвела революцию в дизайне интерьеров. Если до этого можно было встретить только огромные витражи в храмах, спаянные свинцом, то Тиффани сделал это искусство более тонким и доступным. На весь мир его прославили витражные лампы, и Екатерина начала с них же. Американский мастер работал с новыми специально изготовленными и порезанными стеклами разнообразнейшей палитры. Он заранее рисовал эскизы и потом выкладывал на них фрагменты витража. Екатерина действует совсем по-другому. Люди сначала специальное покупное дорогое стекло разных цветов, красивое, его режут стеклорезом, вырезают элементы, которые им нужны по форме, шлифуют край на специальный шлифмашинке и потом уже оборачивают фольгой. У меня одновременно все проще и сложнее. Шлифовать мне не нужно, море уже отшлифовало, край не острый, стекло матовое, идеальное для светильников. Но форму уже я не выбираю, я не режу это принципиально, только подбираю как пазл, только мы не знаем, будет ли в этом пазле тот элемент, который нам нужен. Проще говоря, каждая работа Екатерины импровизация. Именно поэтому ей нужно побольше деталей для создания очередного изделия. В наборе попросту может не хватить осколков подходящей формы. А еще нужно стремиться разнообразить поверхность пятнами разных цветов при совсем небольшой исходной палитре. На самом деле ничто не мешает Екатерине резать и морские стекла, но это уже личное предпочтение мастера. Каждая работа должна быть вызовом и чем-то отличаться от других. Чаще всего она обкладывает стеклом, как мозаикой, заранее изготовленную форму. На ней уже спаяла такую, как кожуру, витражную. Потом я ее не спаиваю до конца, когда такая сложная форма, грубо говоря, оставляю какой-то шов, потом разнимаю эти две половинки, вынимаю форму, испаиваю, делаю единый этот, чтобы он получился прозрачный. Для украшения я использую бессвинцовый припой, а для светильников и фигурок это обычный, оловый свинец. Этот код – гордость Екатерины Шалыгиной. Самая сложная витражная скульптура, которую ей когда-либо приходилось создавать. Выяснилось, что для того, чтобы сделать такой хвост, нужно изнутри армировать его проволокой, иначе конструкция развалится под собственным весом. В итоге на витражного кота ушел месяц работы. Мастер предложила его хозяйке одной из одесских арт-галерей. Оказалось, что лучше всего скульптура смотрится на улице. Особенно в часы, когда сюда падают прямые солнечные лучи. Своего первого кота попроще Екатерина сделала для городского арт-проекта. У меня давно была такая немножко идея фикс сделать какой-то или фонарь, или что-то. Именно просто в городе просто как стрит-арт. А потом я ввязалась в проект «Детские коты». Вот этот вот кот-витражик, который в парке «Победы в пруду». Это был первый кот. И мне очень помог руководитель проекта Анатолий Кавун, помог с установкой, договорился о разрешении с властями на том установке. Это официально установленный код, вот тот. «Победы в пруду». Моделью для этого кота послужила керамическая копилка. Вместе с Юэй Тиви Екатерина решила установить еще одну похожую скульптуру на пляже, где обычно собирает стекла. Для большей прочности и чтобы при этом сохранить прозрачность мастер залила фигуру эпоксидной смолой. В качестве крепления Екатерина использует быстро схватывающуюся цементную смесь для анкирования. Подождать всего несколько минут и кот прочно занял свое место на камне. Чаще всего изделия украинского мастера отправляются на западное побережье США. Казалось бы, там же есть свой форт Браг. В Гавайях один из самых знаменитых пляжей с морским стеклом. Там очень красивое морское стекло, яркое. А кто-то заказал подсвечничек из нашего тусклого одесского. И оно туда поехало. Это тоже ужасно мило. Австралия, Новая Зеландия, Япония, много стран Европы. Вот у меня пока Африка не охвачена и Южная Америка. Екатерина говорит, что могла бы ограничиться совсем небольшим ассортиментом, который постоянно пользовался бы спросом, но боится, что однотипная работа ей снова приестся. Поэтому постоянные эксперименты и творческие поиски. Пока еще у меня столько задумок и идей, которые я еще не опробовала. Я еще в этих рамках не все перепробовала, что я бы хотела перепробовать. Недавно в Украине стали выпускать напитки в синих бутылках. Екатерина уже ждет их осколки на Одесском побережье. Ее будущим витражам не помешают новые интересные оттенки. витражениями. Редактор субтитров Корректор А.Егорова Субтитры создавал DimaTorzok